Друзья, всех приветствую. Сегодняшнее видео вот так вот провокационно называется, потому что за последнюю, наверное, неделю информационное поле стоматологического продвижения ну как-то активизировалось, и мне присылают очень интересный контент. В предыдущем эфире я косвенно уже затрагивал тему, получается, видеорилс с Глебом Пекли, где он рассказывал про стоимость стоматологического лечения. Давайте, кстати, наверное, мы с этого и начнем. Вот сейчас я зайду в запрещенный Инстаграм, и сейчас вам покажу, о каком рилсе, собственно говоря, речь. Так, сейчас, это клиника InSmile. Вот, в сегодняшнем эфире я хотел бы посмотреть на продвижение стоматологических услуг и на ценообразование совершенно полярных взглядов, совершенно полярной ценности и цены. Вот, сейчас вот, есть аккаунт клиники InSmile. Да, вот этот рилс. Вот так выглядит этот аккаунт, да? На, кстати, подписаться, наверное. Простите, Глеб. Вот, в общем, такой рилс. Сейчас мы сделаем звук. Вот здесь, около 20 тысяч рублей, это нужно поставить пломбу. Ага. Если у нас серьезнее все, вот так вот. Здесь два варианта, либо около 30, если мы сможем решить это пломбой, либо это уже керамическая накладка, которая более эмоциональная и долговечная. Это 65-75 тысяч рублей. У нас все совсем плохо. Вот так вот. Это называется пульпитом, это воспаление сосудист-нервного пучка. Доктору нужно будет делать большую работу. Здесь вычистить этот сосудист-нервный пучок и запломбировать его. Конечно, дальше покрыть либо накладкой, либо уже полноценной коронкой. Поэтому от 40 до 110 тысяч рублей, плюс еще накладка коронка. 65-75 тысяч. Сколько будет стоить вылечить корицы? В общем, вот такой вот рилс, да. Сейчас я вам скажу про статистику этого видео. Это просто какая-то, я не знаю, 913 тысяч просмотров, посмотрите. Вот 913 тысяч, ну я думаю, он разгонится за миллион плюс. Потому что мне много людей, которые не являются врачами-стоматологами, да, при том, что у меня стоматологическая аудитория, просто какие-то мои знакомые обычные пациенты прислали это видео, такие типа, посмотри, трэш-трэш-трэш, типа, я открою. Здесь 15 тысяч репостов и 3 тысячи почти комментариев. И 99, наверное, 9% комментариев связаны с тем, что, ну, мягко говоря, цена слишком завышена. Вот, то есть прям очень много, ну прям жесткого хейта. И именно в плане стоимости. Вот, даже в Телеграме у Александра Бабурова, по-моему, эта тема тоже обсуждалась. Ну, там как бы своя аудитория, да, то есть там это врачи, коллеги. В целом у Александра очень приятная аудитория, то есть как бы думающая аудитория, развивающаяся, и они понимают, что цены, ну, более чем оправданы на самом деле. Вот. Я, как человек, который лично знаком и с Клебом Пекли, и с клиникой InSmile, я даже ему, получается, написал, я говорю, я не думал, что у тебя, ну, как бы вот такой ценник в плане того, что я думал, что он выше, потому что на самом деле прайс у него вот такой вот, плюс-минус такой, он держится уже много лет. Вот. Зная изнутри, как устроен процесс лечения в его клинике, я понимаю, что, ну, что он дает высокое качество лечения, это высокий уровень именно медицины, то есть это не просто мы там приклеили виниры и все, а это именно медицина, то есть там исследование височного нежечелюстного сустава, прикуса, то есть там комплексный подход. И опять же, максимальное уважение к нему, он делает высокий уровень медицины, и вот этот хейт со стороны пациентов, давайте рассмотрим даже две стороны хейта, со стороны пациентов и со стороны коллег. Вот что меня, наверное, больше всего удивило, как и удивило и лично Глеба, и Александра Бабурова, что есть еще хейт со стороны коллег. Вот. То есть если мы говорим про хейт со стороны пациентов, то есть многие просто пишут, ну, смотрят на ценник, да, и они, ну, не вовлекаются в сам процесс, они, ну, не до конца понимают, из чего это все складывается. Условно говоря, если мы возьмем стоимость какой-то коронки, винира в 60, допустим, 1000 рублей, стоимость работы хорошего техника, это 15-20, это может быть 30. Есть техники, которые делают 50 тысяч рублей. Понятно, что техник, который берет за свою работу, в районе 30 тысяч рублей, понятно, что виниры не могут стоить хорошие, дешевле. Есть фактор расходных материалов, вне зависимости от квалификации техника, мы даже вынесем это за скобки. То есть есть расходная часть именно по материалам, есть процент налога, есть проценты, которые мы вкладываем в зарплату ассистента. Даже если не берем мы стоимость работы врача пока что, то есть просто стоимость продукта, то есть продукта именно там какая-то короночка, например, вот такого высокого качества. То есть это хороший техник, это хорошая клиника. И сейчас, по словам хорошая, я даже, ну, я не беру даже в целом большой фокус именно на сервисе, да, то есть там классный ремонт, классный дизайн, там чай, кофе, все дела. Это даже мы отодвинем даже это в сторону. Но сам факт, что просто должно быть какое-то хотя бы помещение, должен быть какой-то хотя бы ассистент, какой-то администратор. То есть это все люди, которые работают за зарплаты. То есть стоимость винира, коронки, чего угодно, складывается из большого количества сложных как бы факторов. То есть это довольно сложный процесс. Плюс работа техника, это расходные материалы. То есть процесс огромный. То есть, ну, себестоимость хорошего, допустим, хорошей коронки, именно вот только себестоимость, даже без плюса от врача, я не сомневаюсь, что можно вместить там меньше 25 тысяч рублей. Окей, вот. Если я не прав, поправьте меня в комментариях. Но если мы берем как бы хорошую технику и берем там, рассчитываем все эти проценты по расходке, по людям, которые вовлечены в процесс, без процента доктора, там, ну, виниры дешевле 25, ну, это, наверное, самый, ну, минимальный прайс. Понятно, что есть техники, которые сделают вам там и за 8 тысяч рублей, и за 5 тысяч рублей, я думаю, что есть. Ну, опять же, мы сейчас говорим про рынок Москвы. Понятно, что в зависимости от региона ценник может меняться. Но сейчас, допустим, вот мы смотрим по Москве, потому что клиника Глеба в Москве. Вот. Поэтому, опять же, я сейчас, ну, как бы знаю, да, многих людей в индустрии, но я не сильно, возможно, сейчас именно в рынке в плане стоимости, ну, как бы труда, да, то есть, потому что у меня сейчас процент магии лично клинического моего приема, я его сильно сократил, но даже вот то время, когда я прям, ну, когда максимально 100% моего времени я был в практике, как бы таких цен, ну, то есть я не работал по таким ценам. Именно не потому, что я хотел там как-то супер заработать, а то, что, ну, если себестоимость хорошей работы, там, типа, 25 тысяч рублей, ну, как ты можешь виниры ставить, ну, как бы за 20? То есть это их себестоимость, вот опять же. Вот. Я все это к чему? К чему, к чему, к чему? Я это все говорю. Ну, то есть понятно, что виниры, коронки, там, карис можно сделать за абсолютно любые деньги. Здесь, ну, как бы и большое количество врачей, которые готовы это будут сделать. Вот. Вот. Мой эфир, наверное, нацелен больше на то, чтобы как-то, ну, объяснить и рассказать, что хорошая, качественная стоматологическая помощь, она не может стоить дешево. С другой стороны, нет никаких гарантий, что то, что дорого стоматологии, это качественно. Но то, что, ну, как бы качественно, оно не может стоить дешево. То есть есть, допустим, процент врачей, которые нам платят технику, там, не знаю, грубо говоря, по 5 тысяч рублей, а продают там за 50 тысяч рублей. Это один момент, да, но я не считаю, что, как бы, его нужно обсуждать. Это чисто ответственность врача, это их решение, как бы, у меня есть какое-то мнение на этот счет, но я думаю, ну, как бы, кто я такой, чтобы решать, ну, это высказывать его, да, о других врачах. То есть каждый принимает решение сам. Но, условно говоря, допустим, там, винир стоит, там, не знаю, там, 80 тысяч рублей в клинике в Москве. И, допустим, один врач платит технику, там, 10 тысяч рублей, а другой платит 30 тысяч рублей, понимаете? Вот. Но я к тому, что виниры, которые стоят, там, 20-30, если мы говорим про керамические виниры, да, ну, вряд ли там какое-то будет высокое качество. Опять же, если мы говорим про Москву. Вот. Это вот такой… У меня даже, вот, у меня было интервью для журнала StartSmile. Ссылочку, может, я где-то прикреплю, найдете. Где я рассказывал про стоимость стоматологических услуг. То есть очень часто вот многие врачи из-за… Ну, реально, есть много врачей, которые просто, ну, как бы зарабатывают деньги. Как бы это факт. И, конечно же, с этим как-то хочется бороться и выстраивать коммуникацию с пациентами, чтобы они понимали, что, ну, не все врачи такие. Я лично, ну, в моем, по крайней мере, окружении люди фанаты медицины и думают, в первую очередь, о медицине. Вот сейчас мы говорим про честную прозрачную стоматологию, где есть какие-то вещи, которые стоят столько, сколько они стоят. Процент, ну, условно говоря, есть себестоимость всей работы, да, и процент врач уже выставляет, ну, как бы свой. То есть, условно говоря, там, если 50 тысяч рублей стоит себестоимость, там, ну, врач может, там, поставить ценник, там, в 60 тысяч рублей, в 70, там, в 100, может, тысяч рублей поставить, в 150. То есть это уже его процент. Вот. Но есть какой-то ценник, который, ну, грубо говоря, вот меньше которого вы не сможете сделать качественную продукцию, да, качественную именно с точки зрения себестоимости. Вот. Это вот один момент, да. Второй момент. То есть работа складывается из двух процентных соотношений. То есть работа именно себестоимость, куда я включаю, там, и техника, и даже ассистента, и помещение, где вы работаете. То есть все вот это. И процент работы врача. И процент врача – это уже то, что, ну, на что можно влиять, опять же, врач из-за своего опыта. Здесь как бы нет, на самом деле, ну, какого-то предела по ценнику, потому что самый ценный ресурс у врача – это время. Он не может вылечить всех. Если на врача есть спрос, на его руки, да, на его знания, на его квалификацию, понятно, что он вынужден ставить ценник выше, 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 выше. Здесь я всегда за то, чтобы… То есть я за то, чтобы стоимость была соизмерима с профессионализмом доктора и с его персональным брендом. Вот. Поэтому я против, опять же, да, как человек, который продвигает историю развития личного бренда, я против того, чтобы вы брали ценник вот из потолка. То есть вот вы смотрите просто на рынок, да, и такие, да, сейчас, блин, сделаем вот чуть дороже, да, например. Или будем в рынке. Но всегда нужно изучать суть, глубину, из чего складывается стоимость. Вот. То есть я против того, чтобы вы не обдуманно, не обоснованно просто с целью заработать повышали прайс. Всегда должна быть причина. Причина повышения себестоимости – это, опять же, там, лучший техник, лучшая клиника, лучшее оборудование, лучшие материалы, лучший сервис даже в том числе, если мы по-хорошему, да, уже все это считаем. И есть вот улучшение с точки зрения вас, там, вашей, как бы, востребованности, да, вашей пользы, которую вы несете, развитие ваших мануальных скиллов. То есть и вот из чего все складывается. Опять же повторюсь, что стоматология, качественная стоматология не может быть там ниже определенной стоимости. Вот. Вот что угодно можете говорить и писать, но качественная стоматология не может быть дешевой. Опять же, не факт, что дорогая стоматология будет качественной, потому что сложный процесс лечения, да. И это мы сейчас только говорим вот про сторону, про ту зону ответственности, за которую отвечает врач. Сейчас даже не говорим про пациента, потому что, ну, какое-то сложное комплексное лечение – это всегда взаимодействие, это команда со стороны клиники, врача и всего персонала и пациента. Потому что это, ну, должен быть определенный, ну, как бы, союз, да, и определенный, ну, как бы, коннект, чтобы лечение прошло успешно. То есть нам нужна определенная ответственность от пациента в том числе, определенная дисциплинированность со стороны пациента. То есть это мы сейчас даже, ну, не берем в расчет, берем в расчет вот только сторону доктора и клиники. Поэтому для всех пациентов, которые вот смотрят этот эфир, хочу сказать, что не ищите там, где дешевле. Перелечивание всегда стоит в разы дороже. Вот. Есть вот, ну, какой-то минимальный уровень себестоимости качественного стоматологического лечения. Даже вот мы не берем, ты понимаешь, что все врачи разные, все работают, как бы, все вкладывают разный процент, именно лично свой, в себестоимость вот этой работы. Но есть также себестоимость материалов и работы там других людей, которые вовлечены в процесс, ну, который, как бы, если мы говорим о высоком уровне, он примерно во всех клиниках, ну, как бы, похож, да. Если мы говорим про хорошую работу техника, опять же, хороший сервис, хорошие материалы, хорошее оборудование. Потому что вот это все, как бы, получается, детали, они сильно влияют на разницу, на разницу лечения. Вот. Поэтому, когда вы видите, например, какую-то стоимость, и она, ну, выходит за рамки вашего восприятия, вы думаете, ого, это как дорого. Прежде чем писать, что это супердорого, и, типа, вы что там, совсем, что ли, уже, типа, не знаю, попутали, да, потеряли связь с реальностью, сначала углубитесь в суть и узнайте, из чего складывается стоимость. Мне вот в этом нравится, вот когда был какой-то хайп и кипиш, да, по поводу того, что там себестоимость пломбов 550 рублей, каждый вообще высказался по этому поводу, вот. Я как-то, ну, я, мне даже не было желания что-то это комментировать, потому что, ну, как-то, блин, ну, не знаю, в моей картине мира все и так, как бы, понятно, то есть, как бы, комментировать нечего, а, ну, хайповать, там, на каких-то заголовках и громких словах я не очень люблю, если честно, вот. Но мне понравилось вот тогда, как отреагировал на эту историю, получается, Артем Газаров, у нас с ним есть, кстати, интервью, подкаст, там, кстати, суперподкаст, очень много обратной связи получил я от зрителей, да, от врачей, и лично Артем мне писал, говорит, что мне, у него много людей, кто написали, что там очень ценный подкаст получился. Я уверен, что почти все из вас его даже смотрели. Вот. И чем мне нравится Артем, что он очень системно подходит к своей работе, он строит огромную империю, да, не побоюсь этого слова, клиник по всей стране, и очень структурный системный подход. И вот тогда он на волне вот этого, ну, как бы, хайпа этой новости, он решил разложить стоимость именно лечения, получается, грубо говоря, стоимость постановки пломбы. Именно вот себе стоимость. И там прочитал, то есть прям все. То есть он подключил людей из команды, которые все просчитали, там, допустим, вот стоит там, например, вот этот самый тюбик, да, ну, этого самого, короче, композитного материала, да, вот, и они прочитали там, сколько грамм находит на одну пломбу, да, и там все эти браши, кисточки, салфеточки, там, нагрудники, оптрогейт, то есть все-все-все-все-все прям посчитали там вплоть, там, не знаю, до Бахил, например, да, вот, и там себестоимость, уже не помню, какая получилась, ну, там, типа, тысячи, может, три, что ли, такая, по-моему, была сумма, вот, но, опять же, лучше зайдите к нему в Инстаграм запрещенный, да, и, как бы, и проверьте, потому что я могу что-то путать, ну, по-моему, там, что-то, типа, 2,800-3, вот в этом диапазоне было, если мы говорим про, ну, про более-менее хороший материал, это, опять же, он там рассчитывал, не помню, какой-то, кажется, блин, не помню, какой материал он рассчитывал, но потому что материал есть лучше, есть хуже, то есть это не какой-то супер прям топ, это, как бы, средняя по рынку цена, но это чисто, вот, стоимость расходников, но, опять же, да, мы, ну, как бы, не забываем, что стоимость расходников, это, ну, это не равно стоимость конечного продукта, вот, то есть, условно говоря, там, я не знаю, ну, там, типа, стоимость, ну, как бы, себестоимость, получается, массажа, там, условно говоря, там, ну, не знаю, ну, 50 рублей, ну, типа, просто не дают это одноразово на стол постелить, да, но мы за массаж платим, там, сколько, 2, 3, 5, 10 тысяч рублей, да, В зависимости от того, кто делает, как делает, в какой атмосфере, в каком помещении, какая техника, какие-то масла. То есть мы не… Сейчас я даже найду этот пост. Мне понравилось очень, как отреагировал на это все. Сейчас я вам скажу. Сейчас на паузу поставлю и найду пост. Это, по-моему, был пост от Романа Новиченко. Мы с ним, кстати, лично еще не знакомы. Но мне понравилось, как он тогда отреагировал тоже на эту ситуацию. Сейчас я вам… Давайте поставлю на паузу. Я найду этот пост и покажу вам. Так, друзья, я вернулся. Я нашел этот пост, где он расписал его аккаунт. Так видно, не видно? Вот, собственно, его пост. Про то, что капучино стоит, например, 300 рублей, себестоимость всего 30. Стоимость зерна и ложка молока. Вот психотерапевт, психолог, адвокат от 5 до 30 тысяч рублей. Себестоимость 0 рублей. Если мы просто сделаем аналогию из того, как считаются деньги в понимании многих людей. Стоимость услуг, да, вот, там массаж, вот, да, там от 3 до 5 тысяч рублей. Но, на самом деле, в Москве сумма может уходить там в разы, в разы больше. Но там себестоимость, вот, получается, там, типа в 300 рублей. Он написал просто крем, да. Виски, коньяк, вино против употребления алкоголя, нужно сказать, да. Там вообще суммы могут быть совершенно разные. Себестоимость там типа 100 рублей, типа спирт и бочка. Все очень грубо говоря, да, но вот этот пост я рекомендую вам почитать. Это вот доктор Роман Новиченко. Очень классно. Большое уважение за то, что он проводит вот такие аналогии, исследования, да, скажем так, вот, которые, ну, как бы, ну, помогают людям, наверное, понять, что... Почему-то, не знаю, просто ко всему мы относимся нормально, кроме медицины, кроме стоматологии, да. То есть почему-то нам кажется, что это дорого. Опять же, вы видели стоимость на машины, да. Что они объективно столько стоят? Ну, вопросики, да. И если, например, во многих, получается, отраслях есть, ну, как бы, есть продукция и услуги, которые просто регулируются спросом и предложением, то есть выше спрос, ну, там, условно говоря, вот вы бронируете отель, да, там, зимой и летом, да, совершенно разная цена, совершенно разная. Чисто спрос-предложение. Расходы, ну, плюс-минус такие же, что зимой, что летом, понимаете? Почему-то, вот, когда мы говорим про стоматологию, как-то мы забываем очень много факторов учитывать, из чего складывается стоимость. Это, опять же, стоматология, это не та отрасль, где, там, летом прайс выше, зимой ниже, то есть это, ну, совершенно не так. То есть есть какая-то, как бы, средняя цена, и она вот держится. И все увеличения стоимости, которые связаны в стоматологии, если мы говорим про адекватное увеличение стоимости, да, то есть когда не просто вам там придумалось, да, они связаны либо с повышением стоимости оплаты, оплаты квалифицированного труда, то есть вы там работаете, например, с более квалифицированным техником, например, либо с, там, со сложностями в доставке материалов, с повышением их себестоимости, и плюс есть процент увеличения стоимости часа работы врача, опять же, из-за масштабности его личного бренда, из-за его востребованности среди пациентов, потому что, опять же, врач не может вылечить всех, и то, что он ставит прайс, ну, который, это как определенный фильтр, да, опять же, для пациентов, потому что ты не можешь всех вылечить, вот, это ваше право, ваше дело, приходить к врачу или не приходить, но писать необоснованный хейт, который, ну, как бы в какой-то степени, я бы сказал, что, ну, как бы дискредитирует профессию и звание и ценность профессии врача, то есть именно ценность того труда, который он делает, сейчас именно даже говорим, ну, не про личность доктора, а про, ну, как бы, про саму процедуру и манипуляцию, то есть, опять же, есть какая-то базовая цена за винир, за коронку, за реставрацию, если мы говорим о высоком уровне, это, ну, определенный уровень цен, именно себестоимость, сейчас хочу это очень важно, наверное, подчеркнуть, что я сейчас не говорю даже про процент врача, то, что выросла себестоимость стоматологического лечения, это факт, вот, потому что она складывается из большого количества факторов, то есть, ну, в понимании многих людей, там, пломба, ну, что, там, взял, там, этот самый, да, тюбик с пломбами, да, взял, отсыпал, приклеил, все, типа, ну, это же не так, огромное количество расходных материалов, чтобы пломбу поставить, используется, вот, у меня, кстати, был опыт, мы работали, мы, я, я работал в клинике, которая была, я, по-моему, рассказывал, она, у нее был фокус на косметологию, да, и они открыли стоматологический, получается, кабинет, и пригласили меня, вот, я там работал, и там вот мы просчитывали, то есть, ну, редко когда вот по опыту моих работ в стоматологиях мы прям вот досконально просчитывали там стоимость часа работы, стоимость расходных материалов, а здесь, ну, за счет того, что, как бы, люди входили в новое для себя направление бизнеса, они все просчитывали, и для меня это был очень интересный опыт посчитать вообще, что, сколько стоит, и в итоге, из-за того, что у нас был большой поток пациентов, мы сначала отказались от лечения корневых каналов, ну, мы поняли, что мы, мы физически не можем столько времени этому уделять, да, что есть вот другие клиники, мы направляли в другие клиники, и, ну, очень высокая расходная часть получается, то есть нужно там много этих файлов, много оборудования инструментов и много времени, это все, ну, как бы требует, и мы вот так убирали процедуры с учетом того, что есть большой наплыв пациентов, большой поток, но мы не можем всех принимать, и люди, которые основывали эту клинику, этот бизнес, они-то все именно проецировали именно с точки зрения бизнеса и предпринимательская история, то есть что, сколько стоит, и мы как бы сразу убрали эндодонтию, кучу-кучу всего убрали, и дошло до того, что мы даже убрали лечение кариеса, то есть мы сделали вообще фокус на гигиене, да, то есть, и, ну, вот ты делаешь чистку, ты консультируешь параллельно пациента, пока делаешь чистку, говоришь, там, здесь у вас кариес, нужно это подлечить и так далее, но ты понимаешь, то есть они спрашивают, а где полечить, а мы говорим, ну, мы, к сожалению, не успеваем всех лечить, поэтому вот вам направление в другую клинику и так далее, вот такая была модель бизнеса, и мы, то есть ты когда делаешь профгиену, у тебя там себестоимость одна, только мы там говорим про лечение кариеса, хоть маленького, хоть большое, сразу количество материалов расходных в разы вырастает, там это и анестезия, и бондинговая адгезивная система, да, и протравка, и всякие щеточки, боры, полиры, всякие копирки там, да, ну, то есть очень много-много-много-много всего, вот, это и кофердам, это и клампы, то есть по сравнению с профгиеной, да, и банальным, казалось бы, самым простым лечением кариеса огромное количество, как бы, расходов сразу растет. Так что небольшую паузу сделаю, сейчас вернусь, подождите. Так, друзья, я вернулся, садился в ноутбук, поэтому пришлось сделать такую паузу. Ну, уже забыл, да, о чем я рассказывал. Ну, по-моему, остановились на том, что, да, вот я работал в клинике, где мы начали рассчитывать стоимость процедур, вот, опять же, потому что пришли ребята с бизнесовым подходом таким, да, из другой сферы, и начали немножко по-другому смотреть на рынок, вот, в стоматологии в том числе. Вот, это позволило мне задавать самому себе вот такие вот, ну, как бы, вопросы, да, именно с точки зрения прибыльности всех процедур, из чего они состоят, и, вот, учитывать расходную часть в том числе, потому что я как доктор, ну, ты когда полностью погружен в процесс, да, ты хочешь сделать для пациента, ну, все на высочайшем уровне, и очень часто ты идешь, как бы, ну, не то чтобы на компромисс в плане стоимости, а ты иногда просто, ну, не хочешь высчитывать расходную часть, да, то есть есть, ну, как бы, ну, примерная база, да, потому что посчитать, ну, прям до копейки прям сложно. Вот, потому что каждый человек, опять же, уникален, и подход, не подход, а каждый человек уникален, клиническая ситуация уникальная, вот, поэтому прям, ну, я как врач, я не смотрел никогда на стоматологию как на бизнес, поэтому, возможно, у меня до сих пор не в своей клинике, и я не могу сказать, что я говорю большим желанием ее открывать, потому что мне как врачу сложно перестроиться считать в стоматологии как бы деньги, да, потому что вот когда ты врач, всегда это в первую очередь внимание и забота о пациенте, вот, и я часто, помню, шел на компромиссы в плане увеличения расходной части, допустим, приходит пациент, и ты понимаешь, что ему нужно сделать там вот из таких материалов, например, это все. Он говорит, ну, нет финансовой возможности, да, и ты иногда, ну, как бы из своих денег ты, получается, доплачивал за работу, например, там, техника более высокой, ну, как бы, репутации, квалификации, покупал более дорогостоящие, получается, ну, расходные материалы, и даже пациент об этом мог и не знать, да, здесь именно про отношение к работе, потому что я понимаю, что это работа, которую я делал, и пациент, ну, там, будет рассказывать, да, вот я там был у такого-то врача-стоматолога, вот он мне сделал, и даже, может быть, все классно, но, например, там, ну, я понимаю, что по качеству, если можно, как бы, сделать лучше, да, то есть я где-то пошел на компромисс в плане качества, и это удар, по-моему, как бы в моих глазах, да, перед самим собой именно по своей репутации, то есть что я пошел, как бы, на посредственную работу, то есть я сделал посредственную работу, короче говоря, то есть мне проще было, ну, как-то увеличить свои расходы, да, на себестоимость, но зато я мог спать спокойно, что работа выполнена качественно, и на мой максимум, вот в тот момент, вот в тот момент практики, в котором я находился, то есть я всегда, как бы, заходил в такое, в работу с пациентами, как такое долгосрочное сотрудничество, то есть я не хотел делать, там, вот, я не хотел максимально, там, количество пациентов принимать, и идти на компромисс в плане качества, ну, пусть я лучше, я приму лучше меньше пациентов, пусть я заработаю меньше, опять же, говорю, я про деньги, я вообще, долгое время вообще, ну, я не думал, то есть у меня был на первом месте, это мои практически навыки, то есть это было, ну, мне было очень интересно, очень интересно, я изучал постоянно новое что-то, я даже про деньги и, ну, я не делал на них акцент, чтобы именно, как-то изучать, там, какие-то продажи, стоматологии, да, и так далее, то есть я ставил себя на место пациента, думал, а что ему нужно, я всегда против того, чтобы, ну, как бы, навязывали какое-то лишнее лечение, которое пациенту, ну, не нужно, например, да, то есть я знаю, вот очень часто есть такая проблема, что, ну, вот, как бы из позиции больше заработать мы начинаем, ну, пациентам какие-то, ну, не то чтобы придумать какие-то процедуры, а процедуры, из которых, ну, можно обойтись, то есть мне важно закрыть, как бы, жалобы пациента, да, то есть услышать его, с чем он пришел и что ему нужно, вот, не всем нужны виниры, да, если, то есть, на самом деле, вы как, как сказать, то есть если у вас в руках молоток, то вы все проблемы видите как гвоздь, вот, а я старался уйти от этого, вот, от такого восприятия старался максимально погружаться во все сферы стоматологии, чтобы подходить к пациенту с области, получается, медицины, и в какой-то момент своей практики, ну, то есть я всегда был за максимальную честность, да, перед пациентами, вот, то есть я мог повысить свой прайс, именно свой процент, получается, за врачебную работу, но сделать, ну, как бы, честно, понятно и прозрачно, то есть я всегда озвучивал цену всегда до лечения, да, то есть у меня такого не было, что пациент там рассчитывает на одну сумму, потом выходит на ресепшен, и там я говорю, так, еще была анестезия, еще был, там, не знаю, кофердам и так далее, то есть это все, то есть я взял какие-то вот, наверное, расходники стоматологии, ну, просто как базу, то есть я их даже, ну, не учитывал при расчетах с пациентами, то есть есть какая-то, вот, ну, как бы, чисто, ну, медицинская база, в которой, ну, ниже которой я не готов, ну, как бы, делать, вот, то есть, условно говоря, если клинический кейс требует постановки кофердама, например, там, в клинике он, получается, по прайсу он идет, там, не знаю, плюс 500 рублей, да, за этот лист, я говорю, так, пациент сейчас, ну, мы можем вот сделать без кофердама, но с кофердамом как бы лучше, там будет полная изоляция, будет более качественно, блин, ну, это, блин, ну, это, не знаю, ну, это какое-то, у меня в голове не укладывается, то есть я лучше сам заплачу эти 500 рублей в клинику, да, условно говоря, но я не задаю себе, то есть не пациент принимает решение, будем мы делать так или так, потому что есть вещи, которые, ну, как бы, критически влияют на итоговое, получается, лечение, вот, то есть есть, как бы, пациент, он, он, как бы, главный, вот в таком, ну, как бы, в определенном, как бы, круге, да, в принятии решений, то есть я слушаю его потребности, его запросы, его пожелания, его жалобы, но этот маленький круг находится в большом круге, получается, именно области медицины, за которой беру полную ответственность я, то есть я могу пациенту, честно сказать, говорю, так, мы можем сделать так, сделать, ну, как бы, нам нужно сделать вот так, то есть я могу с ним поконценироваться по цвету, да, зубов, по цвету всегда решение принимал исключительно пациент, я никому не навязывал свое восприятие цвета, там, или приходит человек, я хочу это белый винир, я говорю, не-не-не, ну, белый, это же не это, я там, я люблю, все натуральное, чтобы было, блин, это пациент, это его желание, он платит деньги, то есть, как бы, эстетика, это чисто дело каждого человека, это, знаете, как вот история, что вы пришли бы, например, в кофейню, говорите, вот я, вот, мне американо, пожалуйста, говорит, не-не-не, лата вкуснее, капучино нужно брать, вот, там, капучино, вот, там, ты говоришь, вот, давайте мне, там, ну, типа, на, ну, на карамельном, этом самом, сиропе, да, не-не-не, это не то, давайте, вот, банановый сироп, да, или ты просишь на обычном молоке, говорит, нет, вкуснее на этом, ты говоришь, не, ну, я хочу на обычном молоке, говорит, нет, мы настаиваю, это молоко лучше и так далее, это выглядит точно так же, понимаете, то есть не нужно брать, ну, как бы, власть себе над принятием решения, над принятием решения, какого цвета, ну, зубы, типа, должны стоять, то есть он пришел к запросам, у него есть какое-то пожелание, вы можете ему сказать плюсы и минусы, да, но вы не должны навязывать свою, ну, как бы, точку зрения, то есть пациент, он принимает решение в области, которая не выходит за рамки, получается, медицины, вот, какие-то пожелания, опять же, там, по цвету, по форме, абсолютно, пожалуйста, я никому ничего не буду навязывать, потому что это его зубы, это его желание, я могу дать какие-то советы, исходя из своего опыта, но итоговое решение всегда за пациента, вот. Не в ту немного тему, да, я пошел, мы сегодня про стоимость мы говорили, да, и хотел бы продолжить, как бы, обратную сторону, да, то есть, вот, как бы, вот этот хейт, да, что слишком высокая стоимость, я говорю, она более чем оправданная, что она высокая, потому что много составных, получается, компонентов, да, и вот буквально сегодня, вот час назад я наткнулся на сторис Артема Казарова, где вот он выложил, так, вам показать, вот такую вот историю, видно вам, не знаю, видно, не видно, вот, ну, то есть, сейчас я прочитаю, давайте, то есть, в Telegram канале, да, есть какая-то, получается, платная реклама, вот он сделал скриншот платной рекламы, имплантация плюс коронка по цене обеда, по швейцарскому протоколу, рассрочка 0% и без первого взноса, улыбка сегодня, оплата потом. Честно, это, ну, у меня каких-то цензурных слов, честно говоря, очень мало по этой ситуации, ну, это прям, я бы сказал, что это, ну, пожалуй, край, да, хотя я думаю, что край был, как бы, еще раньше, ну, это прям, ну, я даже, честно, не знаю даже, что здесь, как бы, как здесь начать эту тему обсуждать, потому что, ну, я когда такое вижу, мне, то есть, я в целом уже перестал удивляться, да, там, вот, таким вот предложением, да, которые поступают, но вот это меня почему-то прям, ну, в какой-то степени заставило, вот, выйти в этот эфир, да, в том числе, потому что, ну, это прям уже, мягко говоря, это перебор, вот. Здесь, вот, что я хотел бы, наверное, зафиксировать, опять же, для тех пациентов, кто нас смотрит, что, ну, для меня, то, что я вижу, ну, это, как бы, ну, позор всей индустрии, вот, то, что я вижу. И это позор именно, ну, чтобы тоже вот понимать, да, что почему-то вызывает у меня, и не только у меня вот такую реакцию, что это не потому, что, ну, вот, я как-то против, вот, врачей таких вот добрых, щедрых, которые готовы работать, как бы, по цене обеда, по швейцарским протоколам. Интересно, вот, в Швейцарии, знаешь, у них есть протоколы по цене обеда. Ну, пусть там врачи работают за, опять же, за любые деньги, там, кто-то вкладывает свой процент, опять же, больше, кто-то меньше, это, как бы, это нормально, это окей. Но здесь я говорю, что это позор, потому что, потому что это неправда, то, что там пишется, потому что это мошенничество, чистой воды. Не может коронка, сейчас, подождите, коронка, имплант, имплантация плюс коронка по цене обеда. Ну, вот, ну, по швейцарскому протоколу, ну, вот, ну, вот, серьезно. С точки зрения, вот, СММ и маркетинга вопросов на самом деле нет у меня. Классный продающий, классный продающий оффер. Только это мошенничество. Вот, вот и все. Это цепляющий заголовок, все здорово, все классно. Именно как маркетологи, ребята, сработали супер. На эту акцию придет очень много лидов, да, потому что с точки зрения маркетинга сделано красиво. Классный продающий текст. С точки зрения медицины это мошенничество. Это прям стыд, позор. Той клинике, я не знаю, чья это клиника, пожалуйста, если вы знаете, если вы смотрите, напишите, пожалуйста. Я с удовольствием приеду, я хочу, я даже в сторис вышел, говорю, я хочу записать подкаст. С вами, чья это клиника, с этими маркетологами, пожалуйста, давайте мы эту тему поднимем, потому что то, куда идет стоматология, это просто, опять же, ну, нет цензурных слов, у меня нет, чтобы сказать. Чтобы, понятно, что каждый врач знает, там, стоимость своего часа, кто-то готов работать дешевле, дороже, но это мошенничество, это неправда, неправда. Это не может стоить столько. И опять же, блин, придут люди, понимаете, которые думают, блин, какая-то суперакция, супервыгодно, по цене обеда, офигеть, мы пойдем, какое-то суперпредложение. И им придут, вот я даже хочу записать, я хочу позвонить по этому оферу, я хочу даже, может, видео записать на эту тему, как разговаривает администратор. То есть, понятно, они берут мой контакт, но у нас взаимоотношение с клиентом начинается с того, что мы его уже обманули, понимаете? Это что может быть? Мы позвоним, они скажут, позвоним, извините, мы позвоним в эту клинику, они там скажут, ну, по цене, там, типа, какого-то шикарного обеда в люксовом ресторане, да, там, типа, не знаю, там, 50 тысяч рублей, да. То есть, блин, это уже вранье. О какой потом репутации врача мы можем говорить? Какое может, блин, медицина, это доверие, это доверие. Когда вы пишете такую херню, я извиняюсь, о каком доверии, вы уже обманули пациента. А потом пациенты пишут в комментариях вот такой хейт, потому что вот таких вот мошенников в стоматологии очень много, понимаете? Опять же, блин, вот, потому что приходят люди из сферы маркетинга, дают как бы классные инструменты, но у них нет понимания, что это медицина, понимаете? Поэтому я говорю, врачи, занимайтесь ведением своих блогов самостоятельно. Это ваша репутация, это ваше лицо, это клиника. Если я знаю, что это за клиника, я в жизни, я в нее не пойду, во-первых. И я бы даже вышел в сторис и рассказал бы, что, ребята, это мошенничество. Вот я хочу, чтобы этих людей знали, потому что это портит отношение ко всей индустрии, вы понимаете? Вот эти люди, как Артем Газаров, как Глеб Пекли, которые двигают индустрию вперед, вкладывают огромные финансы в то, чтобы давать качественную медицину в стране, появляются вот такой говно, извиняюсь, с имплантацией и коронкой по цене обеда, понимаете? А потом мы удивляемся, почему что-то как-то пациенты странно у нас воспринимают. Да потому что вы сами все для этого делаете. Извините, что просто накипело. Но это прям просто дно, честно. Я тут, блин, рассказываю про личный бренд, введите свои соцсети, управляйте своей репутацией. СММщику заплатили, СММ вопрос не классно сделал, но вы обманываете людей, и это ваша репутация. СММщик, он у вас сегодня работает, а завтра он работает в другом месте, понимаете? И он свою работу сделал качественно, вопросов нет. Но вы не проконтролировали то, что он пишет. Опять же, с точки зрения маркетинга, класс, все супер. Но вы представляете, как выглядит ваша клиника в глазах всех людей? Это, повторюсь еще раз, это обман, это вранье. Никакая коронка, никакой имплантат не может столько стоить. Вы придумаете какие-то акции, какой-то демпинг непонятный, а потом удивляясь, почему люди нам не верят. Потому что вы врете, вот поэтому они вам и не верят, понимаете? Почему, блин, нельзя быть просто честным со своими пациентами? Вот этого я, наверное, никогда не пойму, когда я вижу вот такие вот акции, предложения. Блин, каких людей вы хотите привлечь на такое объявление? Каких просто? Вот объясните мне. Я понимаю, когда врачи готовы идти на понижение, опять же, на понижение своей ставки. Допустим, есть разные периоды, например, летом обычно меньше пациентов. Окей, вы видите, что вы упали в доходе, и вы думаете, так, ладно, ну хоть что-то и заработаю. Давайте я понижу стоимость, сделаю какие-то скидки. Но скидка не должна, как бы вся скидка может идти из вашего процента, не из медицинской части, понимаете? Вот если мы возьмем, опять же, составим, получается, стоимость услуги, продукта какого-то, который вы делаете, есть медицинская составляющая себестоимости, есть ваш процент. С вашего процента хоть до минимума его сводите, убирайте, вопросов нет. Это лично ваше дело. Но вот сюда залазить не нужно, пожалуйста, в область медицины. Не нужно экономить на материалах, на техниках, там, не знаю, на всем, что влияет на качество вашей работы. На себе можете экономить, на своем проценте. Но это, опять же, повторюсь, это не экономия. Это обман. Чистой воды обман. Вот. И я, ну, наверное, как человек, на которого подписаны врачи, я очень хочу, чтобы вы правильно поняли, что так делать не нужно, что это стыд и позор всей индустрии, абсолютно. Это, короче, ведите свои соцсети самостоятельно. Это ваша репутация. Вот одним таким постом, какая бы эта клиника ни была, она стерла всю репутацию свою напрочь просто, понимаете? Вы думаете, они на этом заработают много денег? Нет. Они соберут много лидов на этом количестве. Возможно, кто-то к ней придет, реально кто-то придет лечиться. Но это будет определенный слой пациентов. И это разовая история, понимаете? Если люди двигаются вот так на таком, на грязном маркетинге, это грязный маркетинг. Потому что он выстроен на мошенничество. Вот. Я бы в целом, я бы вот эти все акции и предложения, я бы их, ну, как-то проверял, прежде чем одобрять и публиковать. Вот. Но, возможно, в законодательном уровне. Потому что это удар по репутации всей индустрии, восприятие всех врачей, понимаете? Вот. Да много, на самом деле, что есть сказать по этой теме. Ну, не очень хочется. Я надеюсь, что меня тут смотрит думающая аудитория, которая так все прекрасно понимает. Чтобы вот не быть вот такими вот, да, вы просто развивайтесь, развивайте свои блоги, развивайте свои мануальные навыки. И у вас всегда будут приходить классные, благодарные пациенты. И вы реально будете делать помощь и помогать людям, а не просто зарабатывать деньги на мошенничество. Понимаете? Вот. Я уверен, что каждый врач, он делает огромный вклад в отрасль. Если он делает это честно, открыто, никого не обманывая, является фанатом своей профессии. Вот. Я очень надеюсь, что те сотни видео, которые я снял на канале, вдохновляют вас быть именно такими, вот как я сказал раньше. Желаю вам удачи. Пишите ваши вопросы, ваши комментарии. В чем согласны, в чем не согласны. Я, опять же, не истинно в последней станции. Это просто вот эфир как от доктора, да, который ведет YouTube-канал, знаком с многими докторами, со многими клиниками. И сам являюсь врачом. Это чисто мое мнение. Пишите ваши комментарии, будем обсуждать. Возможно, в чем-то я не прав. Опять же, я не претендую на то, чтобы быть истинным, но вот такие у меня появились мысли. Я решил с вами, ими решил поделиться. Надеюсь, вот такого вот будет меньше. Очень в это верю и надеюсь. Потому что вы можете взять в руки свое продвижение, свою репутацию. И то, что в онлайне, это уже то же самое, что и в оффлайне. Да, такая же точно ваша репутация. И вот так вот одним сообщением вы можете все разрушить. Вот. Это не стоит никаких денег, понимаете? Сколько бы люди эти не заработали на вот этой истории, они поступили как паразитарный вид взаимоотношений, когда они уронили весь рынок, уронили всю репутацию, вообще отношение к врачам-стоматологам, в моменте какие-то небольшие деньги заработали, потому что это небольшие деньги, 100% это небольшие деньги. И все. И такая вспышка была такая, все. И дальше у них все так же будет плохо. Потому что в клинике, если клиника делает вот такое, значит в клинике все плохо, понимаете? Вот. Ладно, не хочу этот негатив проваливаться, но я надеюсь, что кому-то сегодняшний эфир был полезен. Пожалуйста, вот так не делайте. Равняйтесь вот на больших и знаковых людей в нашей отрасли. Спасибо за внимание, спасибо за просмотр. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Делитесь, если было полезно. И до встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok